Любовь и благодарность, дамы и господа Сейчас такое видео будет просто капец Во-первых, 2000 подписчиков Во-вторых Вот он Торт пока что в коробке Мне Братик заказал торт Просто реально Реально Заказал торт В Яндекс.Доставку Это Мирель, но мне даже чек не дали Мне даже чек не дали Ну, братик мне Сказал Ну, показал в ленте, какие там есть Скринш По скриншотам, в общем, я Ну, братик говорит Давай снимай что-то пока Типа канал на хайпе Пока просмотры набираются Я говорю, я не знаю, что снимать Тут столько всего пишет Шоколадное покрытие Пирожные и картошка Пирожные и картошка мои любимые Он еще свечки заказал Правда, свечки это, конечно, обдираловка Десять маленьких кусочков воска Стоит 210 рублей При том, что За 180 Там можно еще было За 180 рублей купить 400 грамм торта А тут свечи 210 рублей Ну, ладно Братик решил, что свечи Скажем так, он смонсирует Продюсирует это видео Вот, он решил, что для картинки Хотя у меня есть свечи Правда, честно говоря, не знаю, где они Я тут все убирал У меня свечи оставались Причем там их даже больше Здесь 10 свечек Маленьких Кусочков воска Блин 210 рублей Блин Крем-мус Это самый дорогой торт, который я вообще когда-либо ел Он стоит 800 с чем-то рублей Мне кажется, я не пробовал Я пробовал дорогие торты Мирель Это был 3 шоколада, по-моему Я, знаете, честно говоря, вообще о таком мечтал Вот расскажу Я, знаете, представлял Вот реально хотел бы стримить Сидел бы стримил А мне во время стримов заказы привозили бы Ну, то есть я хотел бы вот реально таких подписчиков Которым бы я мог свой адрес сказать И они бы сами заказывали бы мне какие-то заказы Мне бы привозили Я бы все это ел на стриме Ну, не листинг, конечно Вот, а потом бы все эти калории Шел бы, сжигал там, бегал бы, занимался бы спортом Э, что происходит? Что-то у меня лакает Непорядок 2000 подписчиков Тоже, да В общем Вот он, вот он торт Бельгийский шоколад Вот он окружен Такой прозрачной какой-то Штучкой Он, конечно, не такой красивый, как блампирный Но это должно быть очень круто Прозрачная пленочка какая-то Но они все прозрачные тут с рисунками Я хотел бы, конечно, свечи воткнуть Прям Как-то Вместе с вами, что ли Ну, то есть, знаете, хочется сделать из этого часть контента 10 свечек 210 рублей Позор Ну, эту братику спасибо Я бы хотел, конечно Ведь, честно говоря, много таких подписчиков Таких зрителей, Олдов Кому я мог бы сказать свой адрес И мне бы заказывали Ну, то есть, я бы мог это придумать, может быть, да Придумать, что мне заказали Но мне реально заказали Реально, братик, заказал Я не придумываю Я сейчас не сожгу все У меня не получится Блин А как зажигать? Спичкой, что ли? А-а-а Обжигает Наклонять-то я боюсь его Опасно это У меня будет Блин В середине все не зажечь А-а-а Палец Обжигает Так, ладно Вроде бы я остальные смогу пучать нормально Мне надо было когда-то их расставлять комфортнее Пошире А-а-а 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 А-а А-а Надо спички зажигать Подарок от подписчика От Долда От старого подписчика Ну чё, заказывать то будем Загадывать Торт за свечами А, воск на торт капает Свечи конечно ужасные Просто ещё за 210 рублей такие свечи Ок Вы это наверное не услышите Копец Бельгийский шоколад Крем с настоящим Тёмным бельгийским шоколадом И шоколадный бисквит Торговая марка Мирель 20 лет с вами Бельгийский шоколад называется торт Торт Бельгийский шоколад Мирель Максимально шоколадный десерт Созданный для настоящих любителей и ценителей шоколада Свое название он получил благодаря шоколаду Которые доставляют из Бельгии Ведь именно бельгийский шоколад считается одним из лучших видов шоколада в мире Так вот Бельгийский шоколад 349 килокалорий Это не самый калорийный, да? То есть если вспомнить Киевский был по-моему 400 На удивление это шоколадный торт, но он не такой калорийный кажется почему-то 349 килокалорий Это немного для шоколадного торта 359 килокалорий Так что еще тут интересно пишут Бельгийский шоколад это самый шоколадный торт Мирель В этом торте шоколад на все Сочный и пропитанный бисквит С едва уловимой коньячной ноткой Нежный крем-мус с утонченным ароматом темного шоколада И текучее шоколадное покрытие Украшаю торт-жарики по рецепту любимого с детства пирожного картошка Гармоничное сочетание бисквитной крошки С нежным кремом с ароматом ваниль и какао Идеально дополняет отличающийся обильем шоколада торт Шевкондитеры Мирель концентрируют Внимание на выдающемся вкусе благородного темного шоколада Он солирует и соблазняет Обволакивающий, тающий во рту вкус шоколада Растопит сердце даже самых взыскательных курманов и шоколадье Манящий своим ароматом торт не только безоговорочно Восглавит праздничный стол, но и станет самым вкусным способом поднять себе настроение Ведь биргийский шоколад Мирель это счастье за вкусом шоколада Я ложку не взял Чё делать? Загадывать Желание задавать свечи Пока они мне не залили весь торт воском Загадывать будем Три тысячи Подписчиков Я до этого загадывал Сто, двести, триста Пить чё там Ладно Хватит гореть Ой Чё-то я разогнался Чуть торт не стул Легкие-то у меня сильные Так, ладно Мне нужна ложка Девятьсот грамм торт, представляете? Девятьсот грамм Я просто псих Братик, кто Заказывал Оформлял заказ и доставку Он говорил Может быть два торта Но В общем Либо один дорогой отт я взял Знаете Хотел такой Челлендж Видео Челлендж Съедаю два торта Зараз Я на самом деле раньше съедал торт Зараз Вот и последние разы, которые я ел Во время видео я не доедал Но всё зависит от торта на самом деле Я оттого сытый или нет Сегодня я ел уже Конечно Скрывать не буду Вот Но это не должно стать проблемой Но если я съем этот торт за раз Это конечно я сумасшедший просто Дело тут не столько Шоколадненько Дело тут не столько в калорийности Что там растолстею Растолстею там это не страшно Просто очень много сахара В кровь попадает Это тоже Не очень хорошо Тут реально Тёмный шоколад очень По вкусу Рука устала Так картошка Пирожная картошка Пирожная картошка Пирожная картошка Реально картошка Пирожная картошка Страшно держать Конечно Торт на весу Пирожная картошка Это шоколад Это реально Огромный кусок мягкого шоколада Мягкого еду Дело Пирожная картошка Вы скажите что нужен чай? Чай Мягкое 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 Пирожное Игра я с вами конечно согласился бы, но у меня нет чая у меня нет кофе у меня есть только цикорий но мне всё равно неудобно будет это всё пить у меня нет столика передо мной 900 здесь 900 грамм мы бы посчитали сколько здесь калорий если допустим 349 умножить на 9 ну допустим на 350 на 9 это конечно сложно посчитать тут не до чая тут нужно пиво запивать торт бельгийский пиво чешское рука устала рука боится держать устала торт но на самом деле могу сказать своё профессиональное мнение такой торт лучше брать на компанию на большую то есть например пломбирник который я показывал в предыдущем видео можно взять себе одному или там со своим партнёром разделить это чисто это чисто для посиделок естся тяжело всё равно здесь конечно всё сочное но здесь очень много тёмного шоколада он горький горчит горчит естся тяжело естся тяжело в одного это торт прям для посиделок с друзьями я бы сказал с чаем я конечно могу съесть такой торт в течение часа если сейчас буду продолжать видео просто устает рука он тяжёлый надо его быстрее съедать чтобы вес перемещался с руки в меня мне ещё надо чтобы он попадал в кадр не мне это не съесть это очень серьёзное испытание если бы я снял было бы после пробежки ещё ничего не ел бы голодным ну это но я не жалую что я не знаю оно очень служба от о получилось что это это д но понюхать захотелось я люблю нюхать но на самом деле такие тяжелые торты уже не актуальны мне кажется но это реально поставить на стол уместно на большую компанию потому что тут можно наесть одним ломтиком для меня более актуальный какой-то воздушный бисквитный торт заливочно-кремовый вот как был предыдущий пломбирный это идеально ну вот такой он такой легкий позитивный а это прям такое серьезное вечернее мероприятие ну вообще с точки зрения покупки это тоже выгодно потому что это хватит не на один вечер вот такой торт то что я уже всё уже не могу даже я не могу не могу даже я не могу не могу так 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 не я бы съел бы наспор наспора я съел бы так но так я боюсь если буду пытаться съесть это сразу ничего никому не докажу только себе попорчу здоровья это тяжело он очень тяжело заходит это очень шоколадно очень оченьОченьшоко шоколадно јся бам но учитывая что я худой И при росте 187 сантиметров вешу 74 килограмма Мне можно многое позволить В плане, конечно, в том плане, что я не растолстею В том плане, что всё равно это тяжело для организма Это да Нормальная такая загрузочка, углеводная Смотрите как Чисто уходит Чисто, чисто Чистое остаётся Видите? Какое качество Ничего не остаётся на картонке Всё Я почти половину съел Самасшедший просто Ух Люди, которые смотрят Женщины какие-нибудь там и думают Как? Как ты жрёшь и не толстеешь Ну так блин один день я жру, а какой-то день я вообще могу ничего не есть ну то есть один раз поесть могу там при том что есть норма потребляемых калорий в день, а я в какие-то дни там ну то есть регулярная моя постоянная еда это там допустим овсянка, но сейчас овсянки нет ну вот сегодня что я ел, кроме торта, вот я говорю что я с этой, я ел гречку во-первых, доедал, у меня сварена была гречка, доедал гречку без хлеба, то есть я не ем хлеб ну как иногда ем, например в гостях то есть основная еда на постоянке, изо дня в день как это сказать обыденно, моя обыденная еда довольно таки простая и низкокалорийная никаких соусов там там полил там растительным маслом допустим свою кашу и все вот сегодня гречку ел и горох еще у меня остатки горох заварил то есть это довольно таки обычная еда какую тоже не все люди будут есть потому что это невкусно никакого первого, второго там никаких чаев с сахаром я не пью, ничего такого никаких бутербродов там очень все по простому обыденно у меня очень просто еда ну и конечно когда в какой-то в какой-то день я позволю себе как-то торт это для меня не скажется критично в плане полноты там лишнего веса потому что у меня всегда дефицит мало того что я в принципе склонен к водопе то что я сам структура у меня такая что я тонкие кости у меня эктоморф быстрый обмен веществ сейчас конечно уже заметился потому что мне уже 39 лет и при этом при таком своем при своей такой физиологии у меня еще постоянно дефицит килокалорий я постоянно в дефиците особенно учитывая если я еще регулярно нагружаю себя физическими нагрузками находясь еще и в дефиците так что каша у меня естественно там крупы я варю на воде никакого молока я не пью вообще я пью только воду то что я говорю про кофе там и про чай ну кофе чая у меня нет есть цикорий но и то сам я не покупал тоже периодически там в какой-то момент там мама оставляла у меня цикорий там например или бабушка мне давала там кофе то есть я вот у меня очень простой рацион очень простой но сейчас я творог включил я раньше порой еще на самом деле питался то есть там не было творога допустим только там крупы там овсянка но я старался как-то белки вкручать в свой рацион там в основном за счет протеина грубо говоря сейчас у меня протеина нет протеин не пью как бы хотя протеин это круто на самом деле но я что-то перестал как-бы заморачиваться насчет того что насчет белка я подумал что все равно я ем творог в твороге достаточно белка творог у меня стал регулярно в рационе поэтому с протеином больше не заморачиваюсь протеин не пью сейчас раньше я чтобы у меня был белок в рационе мне я заказывал часто протеин Знаете, вот сейчас ем торт этот В голову приходят блогеры, есть такие блогеры Англоязычные, американские Там всякие парни и девчонки Которые специализируются на таких мукбангах На етингах со сладким Они там вкладывают стопку какого-нибудь мороженого Сникерс, мороженое, Марс Или вот такая какая-то кондитерка Гора кондитерки, он сидит и ест Но видно, что ему тяжело И сейчас я Там молодые в основном, ребята Такого возраста, как я, нет В основном молодые Некоторые из них, кстати, очень располняли Такие блогеры Особо популярные, которые особо много едят На своих видео Многие очень сильно располняли Ну не многие, но есть такие Просто там вообще очень все трагично происходит Вот эти ребята, которые пичкают себя килограммами сладкого Они потом идут все это, чтобы, ну, вырвало, короче Вызывают рвоту Ну я это говорю не потому, что я там наблюдал за ними Или общался Я прекрасно понимаю, как это происходит Потому что Это давно уже Очень широко используемый такой метод Чтобы не полнеть Девушки там наедаются на банкете Или даже дома А потом они вызывают рвоту Чтобы все это убрать из себя Тут же Из желудка Просто девушки вообще на многое способны Девушки прокалывают язык, например Я не представляю Как можно прокалывать язык То есть это же больно В моем понимании Ты себе вредишь, но девушки Любят себе вредить почему-то И вот Вызывать рвоту Это В принципе Больше для девушек Типично Наевшись Наевшись сладкого И вот Многие блогеры так делают тоже Но на самом деле Это тоже плохо Постоянно вызывать рвоту Это Наверное Тоже Вред для организма Определенный Ладно Я съел пол торта Но этот торт Реально тяжелый Для поедания Но Было бы мне удобно сидеть еще Да Знаете На самом деле Сидел бы я сейчас за столом Была бы у меня Кружечка чая Черного Горького Или зеленого Горячего Запивал бы этот торт Все Все по-другому Даже было бы Наверное Сейчас мне уже тяжело Я просто Знаете Я почему не заканчиваю Потому что Я опять же По себе Знаю что Ну я же не первый раз Снимаю видео с тортом И вот Раньше бывало Когда я не доедал торт Например Немного не доедал На старом канале Там На этом уже На новом Там Блин опять сирена Блин Капец Смотрите Как у меня руки похудели Я же Самому стрел Ну что поделаешь Старость Не радость У меня Вот Поскольку Подмен веществ Быстрый Я постоянно На дефиците калорий У меня мышцы Очень быстро Разгорают Потому что мышцы Мышцы Вообще Мышцы Это первое Что организм Поедает На дефиците Потому что мышцы Лишние мышцы Если Я их не использую В жизни Они быстро уходят То есть Я не являюсь Там Профессиональным Спортсменом Я постоянно Там что-то Не поднимаю Там физически Не работаю Я тренируюсь Время от времени Но как только Перестаешь Тренироваться Организм Он Определяет Что Вот Что не используется Вот мышцы Эти не используются А В калориях Дефицит И эти мышцы Начинают Поглощаться Вот этот белок Все это Убирается Утилизируется Чтобы это Не задержать Организм Поэтому я Быстро Худею Не только в плане Набираемого жира Как раз таки же Это у меня Путильник стоит На компьютере Все еще Я Когда бегал В 21.00 Стоял Путильник На компьютере Чтобы я В это время Выключал компьютер Я поддержал режим Чтобы я Выключал В 21.00 Компьютер И собирался Ложился Ну как бы Готовался Коснул Я такое Не выключил Держу Мне кажется Что Городенькое У меня лакает У меня кстати Прыщи Поваскакивали Тоже У меня сейчас Красный нос Конечно Не совсем Не только Из-за прыщей То что я еще В душ Хочу Я когда в душ Хожу Мочал Крюцу Тоже Тру Я еще Контраст На душу Принимаю То что То горячей То холодной Водой Из-за этого Тоже Красный Но Но все равно Прыщи Поваскакивали На носу Особенно На городе Тоже Я заметил После того Что я Несколько Тортов Уже съел За последнее Время Вот Пломбирный Съел И Сразу Это выражается В то что Сразу Прыщи Выскакивают Прям Прям реально Тихо Микрофон Зацепляю Тортом И вот Я почему Не заканчиваю Потому что Я знаю Что По предыдущим Разам Я знаю Что я Заканчиваю Съемку Сажусь Вместе С тортом Уже Комфортно За столом Перед Монитором Что-то Включаю Смотрю И доедаю Торт Хотя Казалось бы Уже Наелся Это Кстати Тоже Такая Особенность Когда Считается Что При Правильном Питании Нельзя Ты Не Должен Есть То есть Смотреть Там Что-то Во время Того Как ешь Потому что Ты Поглощаешь Больше Ты Больше Съешь Просто Сидя Там За Столом На Кухне Ну В смысле Без Телевизора Ты Наешься Быстрее Закончишь Быстрее И ты Не съешь Лишнего Опять же Скажем Но Я-то Вообще Все равно Мало Ем То есть У меня Понимаете Вот Я же Не ем Там Пельмени Никакие Ничего Ничего Классического Что Едят Большинство Из-за Чего Большинство Набирают Килограммы Я знаю Как это Происходит Люди Работают Работать Тяжело И хочется Заедать Вот этот Стресс Полученный На работе Едой Так Это Происходит Хочется Вкусненького Хоть Ты На Физической Работе Работаешь Хоть На Сидячей Работе Работаешь У тебя Стресс Тебе Хочется Заедать Стресс И Заедать Не овсянкой На Воде А Чем-то Вкусненьким И Конечно Отсюда Переедание Там И Начинают Расти Килограммы Лишние У Мужчин И У Женщин О В У на самом деле теперь мне кажется что я Я могу съесть этот торт полностью, но я просто устал уже сидеть. Мне надо уже ложиться спать. На самом деле сонное состояние что-то началось. Может быть это связано с тем, что сахар повысился в крови. Есть плюсы в том, что я сейчас вот эти калории переедаю. То, что мне нужны калории. Я вчера очень позавчера позавчера я тренировался, приседал сегодня я чуть-чуть приседал тоже, символически. Позавчера у меня был час приседаний, в принципе я снимал видео. Я ещё после приседаний часа выпил настойки спиртовой. в тушь. Точнее я поприседал час, потом сходил в тушь. потом у меня была настойка, которую я показывал на видео на предыдущем. Я пахнул на голодный шуток ещё после приседаний настойки. Меня вообще так размотало, капец. Я как будто вообще в космос улетел. Но в этом состоянии я решил лучше помыть пол. После меня лужа бота натекает. Когда час приседаешь. И приседаешь не просто ты там типа раз в минуту. Я должен приседать по пульсу. Я должен поддерживать высокий пульс. Это должны быть активные приседания, интенсивные. Я должен держать высокий пульс. И тогда начинает с меня бежать просто вода. Водомо напекает лужа воды. Это пот. Лужа пота напекает. Кто в Телеграм подписан? Подписывайтесь на Телеграм. Я не знаю почему люди не подписываются на Телеграм. С чем, как это работает я не знаю, типа у меня 2000 подписчиков. В Ютубе при этом 60 подписчиков в Телеграме. Хотя Телеграм это сейчас основная социальная сеть. Или я так плохо веду как бы свой канал или что, я не знаю. Я не умею работать, видимо, социальными сетями, потому что, ну, допустим, можно сказать, что, ну, они же есть подписчики в Телеграме. 60. Ну, 2000. И 60. Это просто... Это процентное соотношение. Представляете, какое вообще? У меня просто нет понимания, как так. У меня, в принципе, есть понимание, как работают под Ютуб. Ну, принцип, то, что подписчиков много, это не значит, что прям все эти люди за мной следят. Скорее, они подписались и периодически что-то смотрят. Может быть, даже не полностью. Есть постоянные, активные зрители. Те, кто пишут комментарии. Не всегда. Не всегда. Один и тот же человек пишет комментарии там под каждым видео. Бывают разные. Есть те, кто ставит лайки. Ну, даже вот если судить по лайкам, то есть это, грубо говоря, 200 человек. 100 человек там, то есть набираются под видео. 100 лайков, там, 200 лайков, скажем, под последним видео. Но все равно, эти 200 человек, они же все не переходят в Телеграм, да? То есть, как интересно все работает. Получается, тут реально принцип такой, что Большинство людей, реально, они просто приходят на СМР-контент. Им вообще ничего не надо. Какие-то Телеграмы там. Но при этом, большинство людей, которые приходят на СМР-контент, они, возможно, не всегда смотрят. Не всегда лайкают там, типа того. Есть какая-то выборка людей из вас, кому интересен уже я. Сам по себе, как личность. Тогда те уже люди переходят, например, в Телеграм, пишут комментарии. Там лайкают, например. Залетят и отслеживают, когда новое видео выйдет там. Я уже говорил, что я хочу стримить. Но знаете, я бы... Вот для меня... Вот если бы вы спросили, какой идеальный формат стримов, я вот только что рассказывал. Чтобы меня кормили и поели просто мои подписчики. Я не хочу сам ничего делать. Ну, то есть я могу это делать, грубо говоря, даже более правильную Ютубу я ел, скажем. Но... Тут дело не то, что в лене там. Просто это, знаете, какой-то... Это мой принцип... Такой принцип жизни, когда всё само собой происходит. Это... Вот если бы меня кормили во время стримов. Просто мне заказывали еду на дом. Одна за другой доставка, что я не успевал бы съедать. Одну как приходила бы другая. Вот тогда... Я бы мог сказать, что... Всё происходит само собой. И это для меня было бы идеальное состояние моё. Но я бы каждый день не стримил. То есть у меня... Я бы не смог вот так вот спокойно... Но даже вот после этого торта завтра я не смогу спокойно сидеть. Потому что, ну... Это надо вырабатывать. Эти калории. Этот сахар. Это надо вырабатывать. Я не смогу просто так это... С этим смириться. Что вот я съел. И вот я сижу. Ну, во-первых, это даёт энергию дополнительную. Я это чувствую прекрасно. И давно уже это ощущаю. Что когда я в какой-то момент себе позволяю сладкое. Часто это происходит из-за съёмок видео. На следующий день появляется дополнительная энергия. Опять же для физических нагрузок. Что тоже хорошо. Что тоже хорошо. Сюда бы ещё сгущеночки добавить. Это такой прикол. Да. Реально он горячит. Очень много. Горького шоколада. Это, кстати, хорошо. Потому что он полезный. Горький шоколад. Тёмный. Или как он? На первом месте в составе-то он... Да. Тёмный шоколад. Тёмный шоколад. Причём всё в скобочках, в скобочках, в скобочках. То есть... Сначала идёт состав начинки. Начинка состоит из тёмного шоколада. А дальше ещё в скобочках из чего состоит сам тёмный шоколад. Ну тут понятно как масло, там сахар. Всё такое. Тёмный шоколад просто он сам по себе, в принципе... Это как, знаете... Даже лучше. Вообще, на самом деле, лучше колький шоколад ещё, чем тёмный. Они различаются по проценту какао. То есть есть тёмный шоколад, в котором там 50% какао. А есть колький шоколад, в котором 70% какао. Я устал. Устал не есть, просто сидеть устал. Потому что я сижу ещё с прямой спиной. А, кстати, да, я говорю, что это плюс то, что я сейчас калории наедаю. Всё равно это хорошо. То, что у меня всё ещё... Поясница даже болит. Ну, не в плохом плане болит, а... После тренировки, потому что в приседаниях... У меня очень включается поясница. То, что спину я держу прямо. И поясница очень включается. И у меня ноги... Вчера ещё болели. Чуть-чуть. Вот после тех часа приседаний. Позавчерашних... Ну, сегодня ноги уже не... Не чувствую. А вот поясница всё ещё болит. Вот мышцы. Поясница. А, как бы и поэтому... Калории тоже хорошо. Правда, белка вот маловато. Я сегодня белка вообще... Ну, горох ел. Затвора ко мне так и не сходил. Белок, на самом деле, нужен, конечно. После нагрузок физических особенно. Мне только калории нужны. Ну, то есть, всё это нужно для восстановления... ...организма в целом. И калории, и белки. Я уже съел третий. Ой. Как сказать... Осталось стареть. А съел... Две части, короче. Как сказать... Две из трёх. Запутал сам себя. Тут, кстати, что-то написано было про ликвёр. Особо не чувствую никакого там алкогольного привкуса. Но ликвёр это такой алкоголь, который специфический. Он бывает вообще готовится тоже из шоколада что-то там. Поэтому... Может быть, если этот ликвёр шоколадный, то вообще как его можно почувствовать тогда в шоколадном торте? Да. Да. Вот опять же, по поводу доставки хочу сказать... Единственная проблема, что в доставке сейчас... Ну, в доставках не доставляют алкоголь. Так, и по мне ещё алкоголь. Если бы ещё мне алкоголь, подписчики на дом заказывали. Ну, я не могу. Я знаю, что много. То есть, вот две тысячи подписчиков среди этих людей наверняка есть люди, которые мне с удовольствием бы заказали еду на дом. Ага. Тем более, если бы я снял видео. Но не все эти люди, они придут там и со мной лично познакомятся, чтобы я им доверял. Не все смогут со мной как бы начать личное общение. Такое доверительное, чтобы я им доверял тоже. И каждому давал свой адрес. Просто одно дело, я выставил там реквизиты, карточек там, да. То, что вы можете там на карточке скидывать. Поддержку. Там, ну, в донат, в донаты там, понятно. Донation alerts там. Но другое дело, что если бы я адрес открыто свой опубликовал бы, это слишком жёстко. Это как бы, не знаю, это верх. Это верх пофигизма прям был бы, если бы я открыто опубликовал бы свой. Домашний адрес. Сверхи. 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 Ну, как раз. Мне в целом кажется это не так уж и страшно. Если бы я увидел реально, что люди просто реально берут там и там готовы мне просто помогать в создании даже контента. Потому что мне в создании контента мне нужны реквизиты. Грубо говоря, люди вот так настроены, что они даже готовы помогать мне какими-то реквизитами, допустим, ту же камеру мне могли бы прислать кто-то, возможно, какую-нибудь хорошую камеру, то есть людям так проще. Допустим, деньгами всегда сложнее просто деньги там перечислить. А вот какими-то вещами я знаю проще. Я был бы не против, да, чтобы мне там какие-то реквизиты там для видео там присылали. Вот люди там говорят, например, но вы же, я имею в виду, вы спрашиваете там, не хочешь там освещение какое-то, но это всё надо покупать. Это даже если есть у меня деньги, мне нужно выбирать. Я не способен на всё это. Это нужно очень заниматься, это очень нутно. Вот если бы это делали мои зрители, это было бы вообще любовь и благодарность. то есть зрители сами присылали бы мне то, что они хотят видеть в моих видео, потому что вы-то сами переживаете за мой канал больше, чем я. Вы надеетесь на рост подписчиков там какой-то, на который я не надеюсь, потому что я смотрю на это с открытыми глазами более реалистично. Но поскольку вы переживаете, то я бы хотел бы с удовольствием такую ситуацию организовать, чтобы зрители напрямую были бы участниками создания канала. Конечно, я понимаю, что через пожертвования, через материальную поддержку, через деньги, через донаты это есть ваше участие. Но многим это сложнее даётся, чем просто купить и что-то я бы с удовольствием получал бы там, ходил бы даже на почту какие-нибудь свечи. Часто. Ну вот даже там кто-то женщины пишет, что хотят видеть какие-нибудь там свечи там. Я правда не знаю даже как их поставить, я про это и говорил, что мне их ну некуда поставить. То есть я сижу, у меня передо мной нет стола. И какие-то где-то свечи я бы не смог разместить. Какие-нибудь гирлянты там, вот там лампочки. мне их как бы негде тоже закрепить. То есть это в этом всё проблема. То, про что я говорил, что мне многое недоступно. Я могу снимать только на этом фоне опять же. Потому что остальной фон квартиры будет некрасивый. Остальные стены. Кстати, если в телеграм-канал придёте, увидите. Я поделился в телеграм-канале, как меня там женщина одна начала оскорблять. Но я уже с этим сталкивался, что меня осуждают. То, что у меня ремонта нет в квартире и то, что я сплю на полу. На старом канале. Потому что я это рассказывал, не скрывал, как я живу и показывал. Ну и видно, что у меня квартира неухоженная, ремонт я не делаю. Потому что для меня это вообще не важно. Я живой один, у меня семей нет. Мне важно, чтобы я сам хорошо выглядел. Чтобы я был в форме физической. То есть какую-то актуальную форму по своему ощущению я всегда должен поддерживать. Вот это для меня важно. Моё внешнее состояние, внутреннее состояние. Это важно. О квартире я не забудусь. Там, сплю на полу. Там, старые обои. Там, старый пол. Пол бы я поменял бы. Хотел бы, конечно. Пол скрипит. Окно вот у меня отец решил поменять. Заказывал отец. И вот у меня хорошо сейчас. Окно тоже хорошее получается. Не так шумно. Пластиковое окно здесь. До этого было много лет деревянное. Старое. А в Телеграме... В общем, я у одной блогерки оставил комментарий довольно-таки безобидный. А мне там её подписчица отреагировала на мой комментарий. Начала меня там оскорблять. Потому что у меня в моём Телеграм профиле. В моём личном фотографии мои. И там даже информацию я оставляю. Место жительства. Возраст. Ну, в Телеграме. В описании моего Телеграма. В моём профиле. Указано, откуда я там. Дата рождения. Метрические данные даже. И там есть фотографии мои. Где видно мою комнату там. И женщина сразу напала на меня. То, что нет ремонта. Там всё такое. И показалось, что я ту блогеру как-то хейчу. И она стала хейтить меня. Это я к тому начал рассказывать, что у меня даже немного ракурсов для съёмок. Это всё проблематично очень. Конечно, у меня тут свободная стена там. Большая. Допустим. Грубо говоря, я могу повесить какую-то ткань. Там. Купить. Ну, это. Это капец. Это сколько мне надо всего сделать. То есть я как представлю, какую-то ткань надо выбрать. Какой цвет. Ну, допустим. Ладно, я мог бы ещё её закрепить. Просверлить в стене дырки. Там. Закрепить эту ткань как-то там. В общем. Потом надо. Потом придумать. Всё выставить тут. В общем. Какой-то стол ещё придумать. В любом случае, если уж снимать. В каком-то другом. В каком-то другом виде. Нужно как-то там. Что-то удобное тогда создавать. Какой-то реально стол. Для лейтингов. Чтобы мою вот еду было видно там, возможно. Я когда сейчас начинал записывать вот это видео с тортом. Я. Во-первых, думал, что я его не съем. Ну, наверное, он сам придал мне сил. Потому что это калории всё равно. Придают энергии. В итоге я сижу уже час. Опять нас записывал. Снимал. Шоколадненько. Очень шоколадненько. Мне, кстати, кто-то спрашивал. Точнее, мне рекомендовал один, тоже зрители, короче говоря, делать короткие видео. Ну, свои длинные видео. Нарезать на короткие. Но я не могу так делать. Это как-то, мне кажется, глупо. То, что я сниму сейчас вот это длинное видео. Я выложу его. А потом ещё его порежу. По 20 минут, скажем там. Или по 10. И ещё выложу. Ну, это вообще как-то абсурд какой-то. То есть, якобы есть люди, которым длинные видео, наоборот, не хочется смотреть. И им как-бы неудобно выключать видео. Это такой психологический момент. То есть, если длинное видео, ему проще не смотреть вообще, чем посмотреть там 10 минут и выключить. Но если бы видео были бы нарезаны там по 10, 15, 20 минут, то он бы смотрел. Я могу, в принципе, такое делать тогда на отдельном канале. Вот как вы считаете, это вообще имело бы смысл взять вот эти мои видео? Ну, это какая-то тупая идиотская идея, мне кажется. Сейчас взять видео, которое уже выложено на одном канале. Порезать его на несколько частей и выложить ещё на другом канале. Но выкладывать это видео по частям на этом же канале, мне кажется, это ещё более идиотская идея. Порезать на этом видео. Порезать на этом видео. Порезать на этом видео. Кстати, насчёт еды. Вот реально вам говорю. Вполне такое может быть завтра, что я вообще не буду есть Не то чтобы специально Так получается, что я Не чувствую Голода, допустим, сижу Там пью воду, сижу, сижу, короче Есть, не тянет и сидишь, короче говоря И плюс ещё Вообще Понимаешь Что ты в принципе сытый Потому что вчера Ты уже очень много съел Ты съел там целый торт И в тебе уже много калорий, много всего И можно особо не заморачиваться и вообще не есть Это знаете, для меня тоже такая Идея фикс тоже Не только для меня, знаете Для многих Иногда она доедает Есть В туалет ходить не хочется И я такой думаю Вот Можно было бы вообще Как бы не есть еду Я бы и не ел Можно было бы тогда в туалет не ходить Я не люблю ходить в туалет Не знаю вообще Ходить в туалет Ходить в туалет Особенно по-большому Это самое какое-то Неинтересное В жизни занятие А вот знаете, когда просыпаюсь Даже просыпаюсь, когда Режу такой Ну и с утра всегда хочется в туалет идти Ну по-маленькому Пописать Я такой Блин В туалет опять идти Я ещё, кстати, люблю пить воду Вот это тоже моё кредо Но я пью её мало Я бы пил её много, но Я готов пить воду Типа там много За день выпивать Воды Но Когда пьёшь воду много Ты постоянно хочешь ходить в туалет писать Это, блин, вообще так задалбывает Вот Вот В питье воды это самое стрёмное А так Вода Мне кажется это вообще кайф Так Вот я когда вливаю в себя эту воду Вообще кайф Особенно Вот После тренировки Кажется можно выпивать там Полтора литра я могу за раз там выпивать После какой-нибудь Активной физической нагрузки Как начинаешь эту воду халкать Кажется вкуснее Ничего нет вообще на свете Ладно Я тоже не доел Осталось Ну какая-то Часть Не знаю Шестая может быть Шестая часть Не знаю Лебята В общем Я мог бы сейчас сидеть Ещё в принципе посидеть Поговорить Кто-то написал Кстати Что я Прикольно разговариваю ни о чём То есть что-то разговариваю О каких-то мелочах Типа это прикольно Я могу кстати Такие стримы тоже проводить С разговорами А ещё есть чат такой Голосовой Нектами Могу там тоже разговаривать Вот так же вот ни о чём Но это вслух уже не асмр Это на твиче например надо Сейчас просто буду заканчивать уже Потому что Блин Потому что видео сегодня Уже бьёт рекорды По продолжительности На две тысячи подписчиков Без алкоголя правда Время ещё раннее Я ещё спать успею Лечь хорошо Посплю Завтра я к бабушке пойду Завтра в воскресенье Вот 9 сентября Любовь и благодарность всем Спасибо вам за вашу любовь Благодарю вас за вашу любовь С алкоголем хотел Сейчас пахнем алкоголь За вас За вас Я вот идите опять Такой небритый стал Опрос чуть-чуть Каждый день бриться не умею Ну ладно Блин не люблю прощаться Вообще заканчивать видео не умеете Я так рада что какая-то Недосказанность Недоделанность Но надо заканчивать Любовь и благодарность Две тысячи подписчиков Всё это благодаря вам И это очень неожиданно для меня Происходит На На старом канале Подписчики не набирались так быстро Наверное потому что я Перестал делать упор на СМР У меня канал очень стал разнообразным Я кстати спрашиваю Постоянно Зрители находят меня со старого Ну подписчики со старого канала Спрашивают что со старым каналом Я не знаю будут ли они смотреть Это видео до конца Но ещё раз повторю что старый канал я удалил Потому что в целом Очень много негатива накопилось ко мне Особенно Очень много негатива началось Из-за того что я Высказывался по поводу Так называемой специальной военной операции На канале на том И на меня было заведено Административное Дело Меня же трафовали На сорок тысяч И у меня забрали сорок тысяч За карты И потом очень Негатива много ко мне было по этому поводу И со стороны зрителей И вообще Я понимал что за мной следят Вот как бы за моими соцсетями И потом ко мне с обыском приходили В поисках запрещенной литературы В общем Очень такая ситуация была неприятная Вот И канал сам по себе Уже был непонятный Получилось что на нем все в перемешку было И СМР И какие-то лайв видео И видео вслух И все подряд Короче И в общем Находясь в таком подавленном состоянии Я Удалил канал Тот старый Ну это я просто Сейчас рассказываю Может быть Будут те люди Кто спрашивают Что за старым каналом Смотреть это видео Так как же закончить то это видео уже Блин Надо закончить Все любовь и благодарность Я закончил Увидимся Увидимся в следующем видео До новых встреч До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...